Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. На первый взгляд может показаться, что мы находимся с вами в Припяти. Но в Украине есть помимо Припяти еще другие города-призраки. Некоторые из них я вам уже показывал, такие как Припять, само собой, Орбита. Это что-то на самом деле очень похоже на Орбиту. В Орбите я был три года назад, там просто стоят две-три несчастные девятиэтажки. Здесь же домов намного побольше. Здесь порядка десяти вот таких вот пятиэтажек, большинство из них брошены. Но в некоторых из них живут люди. Люди здесь не очень такие общительные. Их немножко бесит, когда вот такие вот люди, как мы, приезжают. Тут что-то ходят, смотрят, кто-то просто ходит, смотрит, снимает. А кто-то что-то и вырует. Поэтому люди здесь, ну, не очень приветственные. Но я надеюсь, что мы найдем сегодня здесь каких-то гостеприимных людей и пообщаемся. В общем, город этот называется Цукровара. Построен он был в 80-х годах. И как в Советском Союзе часто бывало, этот город построился, потому что здесь построили сахарный завод. И рядом построили целый город для того, чтобы люди, которые будут работать на этом заводе, могли здесь жить. В общем, молодых людей сюда привлекала работа с хорошей зарплатой. Ну и бесплатное жилье. В лучшие времена здесь жило порядка шести тысяч человек. На сегодняшний день порядка ста человек. Вот смотрите, ребята, такая заросшая улица. Заросший подъезд. В этом видео, наверное, будет очень много сравнений с Припятью. В Припяти, возможно, в некоторые подъезды даже больше вытоптаны тропинки. Потому что сталкеры... В общем, ну, видно, что очень-очень мало здесь люди ходят. Но, несмотря на все это, можно увидеть такую картину. Вон, видно, в той квартире кто-то живет. Висит какой-то пододеяльник, штаны, просто дня. В общем, давайте немножко прогуляемся по этому городу. Какие у тебя первые впечатления об этом городе? Я думаю, здесь не будет вообще ничего. О, а тут машины стоят. Вот белье висит так. И вообще я не понимаю, почему люди отсюда не уезжают. Так как есть возможность в ближайшее село какое-то съехать. А не жить здесь, ну, так скажем, в изоляции от общества. На самом деле, да, ребят, мы здесь видели в городе три машины. Одна наша и две чьи-то. И достаточно, ну, неплохие машины. За эти деньги можно было реально в каком-то селе купить дом. Есть даже села, которые, ну, не совсем там богом забитые, а есть нормальные села с дешевыми хатами. То есть условия, в которых будут явно получше, потому что мы вот прошлись в некоторые из этих домов, мы хотели на крышу попасть. И видно по состоянию, что дома, ну, очень печальные, и вполне возможно, что скоро они разрушатся. Почему люди здесь продолжают жить? Что их здесь держит? Очень интересно. Я надеюсь, что мы с кем-то пообщаемся. Сегодня нам ответят на все вот эти вопросы. Но при этом все, в некоторых домах люди умудрились поставить пластиковые окна. Вот мы сейчас будем... Там кондиционер где-то у кого-то еще висел. Ну, спутниковая тарелка в наше время, это уже не роскошь. На рынке акций и компаний по производству автомобилей всегда происходят какие-то качели. То падают, то поднимаются. Всего лишь один твит Илона Маска способен поднять на 5-7% стоимость акций компании Тесла. На рынке акций инвестиционная площадка Авалон чувствует себя как рыба в воде. Вот уже более 5 лет они продают акции на пике и покупают на спаде. Самая незаменимая и важная часть команды это их инвесторы. Хорошая репутация, регулярные выплаты и надежность. Все это Авалон Технологис. Я уже инвестировал 50 тысяч рублей на 28 дней и получил свою прибыль. Хочешь так же, как я, получать пассивную прибыль? Тогда переходи по ссылке в описании, регистрируйся, 2 минуты, и ты уже инвестор, который получает 1,3% к вложенной сумме ежедневно. Вот, ребята, смотрите, подъезд, первый, в который мы пытались зайти. Там мы не нашли выхода на крышу. Здесь покосилась колонна. Вот такая над головой большущая, можно сказать, и тяжелющая бетонная плита. И видите, вот она отошла немножко от стенки. И так тоже видно. Вот, смотрите, самую малость покосилась вся конструкция. В общем, машина наша в целости, в сохранности на месте, потому что мы когда отсюда уходили, боялись, что вернемся, и машина будет вместо колес на кирпичиках каких-то стоять. А сейчас мы запустим дрон и покажем вам город с 15-го полета. Покажем всю красоту и насыщенность этого города. Покажем всю красоту и насыщенность этого города. Смотрите, ребята, возле подъезда номер 3 лежат дрова, и на лестничной клетке видно собаку. Я надеюсь, вам слышно, как она лает. Такая вот себе сигнализация. Ну, любознательных туристов, вот, видите, жильцы этого подъезда предупредили, что есть злая собака. Нашли, ребята, такой подъезд, возможно, жилой, возможно, свежеброшенный. Смотрите, здесь так более все аккуратненько. Дверь подперта камушком. Здесь, в общем, даже чья-то детская машинка, тоже современная, это не советская. О, еще на ходу, смотрите. Все, полицейская машинка взломалась. И будку покажу. Неудобно немножко снимать тут на ветру. Камерой сильно не повращаешь. Да, какой дом, такая и буда собачья. Собака, видимо, сбежала отсюда. В общем, что, ребята, зайдем сейчас в подъезд. Я не удивлюсь, если здесь есть закрытые квартиры, мы в них ломиться не будем. Если будут какие-то открытые... О, смотрите, лестница металлическая, никто еще не дернул ее. Смотрите, кто-то вот на замок закрыл свою квартиру. Здесь вот так просто ее зашили, можно сказать, здесь тоже замок висит. Тут даже счетчики есть. Да, даже счетчики есть. Видите, они тоже под замком, то есть... Ну, по логике вещей, как бы, у этих всех квартир есть владельцы. Возможно, они даже сюда приезжают. Я не знаю, что там запирать, потому что первый этаж через окна можно было залезть. Там все уже давно, наверное, и вынесли. Но люди почему-то запирают. Так, вот открытая квартира. Я думаю, владелец ее не против, если мы сюда зайдем. Так, ну, этот дом, в принципе, состояние получше имеет. Вот где-то такое состояние в Припяти. Только зачастую там чище, потому что что-то лишнее повыносили люди оттуда. Здесь мораль воняет. Убрали. Да, в туалет там воняет. И мне кажется, эта комната чуть-чуть перекошена. Да? Да, здесь все перекошено. И все это, на самом деле, скоро, наверное, рухнет. Вот консерву кто-то кушал. Девятнадцатый год. Возможно, какие-то такие любопытные туристы, как мы. Но обои еще держатся, потому что это еще не в Советском Союзе клеилось. Это уже где-то плюс-минус в наше время. Потому что до 2003 года, ребята, как я говорил, работал завод и город жил своей жизнью. В этом подъезде точно должен быть свет, потому что... Что там? Я тачку нашел. Что такое? Ух ты! Лайда. Еще и на ходу. Туда ли, крутится. Я не договорил, ребята. В этот подъезд, скорее всего, подведен свет, потому что там видно было, какой-то провод заходил. И счетчики там где-то были, и квартиры закрытые. Что, садись. Я тебе так пришла, нафига выйдешь, ты спокойно. Ну да. Все, есть фоточка? Это колеса по-нарели. Она вообще на полном ходу, нормальное техническое состояние. Техосмотр пройдет только так. А эта квартира закрыта, видите? Да, мы в нее тоже стучаться не будем. На первом этаже только будет. Да, вот смотрите, провода, видите, идут. Вот этот вот провод с улицы, я его не показал. И он, видимо, в эту квартиру заходит, которая закрыта. Возможно, там, кстати, даже кто-то живет просто. Сейчас их нету дома. Так. Блин, и тут как-то как будто подкошено, да? Я не знаю, или в камеру это видно будет. О, Михайло Поплавский. 98-й год еще, смотрите. Он, наверное, в 98-м году так и не знал, что факультет ТикТока откроет у себя в ВУЗе. О, котик, смотрите. Так, не будем его пугать, но я же хочу вам его показать. Или это крыса большая была? Это котик был. Да я видел, что котик. А, тут такие дырки есть, он тут как рыба в воде. Его тут не возьмешь голыми руками. Вот он. Блин, у нас даже нечем тебя угостить, братан. Вон, второй кот пришел. Второй пришел? Второй. Это мама, походу. Смотри, у нас с ошейником, это чей-то кот? Да понятно. Да не, не пугай, не пугай, не пугай ее. Китя, хорошая. Блин, у нас даже ничего нету с собой, чтобы тебя угостить. Все, давай, иди. Кстати, смотри, чистые ступеньки такие. Кто-то, может, даже живет здесь. Так, здесь висел замок, но кто-то вскрыл, смотри. Что такое? Кто-то ходит? Я просто в машине дрон оставил и телефон на видном месте. Я просто смотрю, мне показалось, что машина как-то едет. Так, идем. Смотри. Котик хочет сюда. Может, там кто-то живет? Просто как будто замок висел когда-то. О, а у вас тут котик под дверями. Кошечка. Вот, все, разотягало. Мы вашу кошку встретили. Мы ничего плохого не делаем. А вы просто ходите здесь в этом подъезде живете или еще есть люди? Да. А то, у вас можно чуть порасспрашивать? Ну, расспрашивайте. А вы не против, если мы у вас на видео снимем? И шоу. Ну, просто такой репортаж небольшой хотели снять. Тут уже снимали не раз и толку никакого. Можно будет вас снять? Не надо. Хорошо. А можете нам так, не на камеру, рассказать? Ну, говорите. А в каком году, в 2003, если не ошибаюсь, завод закрылся, да? Ну, наверное. А вот массово люди выезжать отсюда, когда начали? Постепенно начали. Такой, как были люди, так чуть-чуть уезжали, да? Ну, как? Я второй раз вернулась сюда уже в 12-м году. А вы уезжали отсюда? Ну, да. Ну, выезжали. А почему решили вернуться? На старое место. Это считается, как мой дом. Ну, вот в четвертом доме заднем, там вообще уже никого нет. Тут и одна семья, вы говорите, в том доме одна, в этом доме тоже одна. Самая большая, это седьмой и восьмой дом. Ну, и в третьем доме более-менее. В первом доме тоже одна, нет, две семьи. Ладно, спасибо вам, не будем вас отвлекать. Хорошо, вы меня заметили, если подниможили. Можно было, конечно, ребята, тетеньку подснять, но, видите, она не очень этого желала, поэтому я просто записал аудио, не знаю, или буду его целиком вставлять, но что-то самое интересное я повставляю. И вообще, она разговорчивая была, если бы она была не против, то есть с ней бы можно было хорошо побеседовать и порасспрашивать ее. Видите, уезжала она отсюда и в 2012 году вернулась. Говорит, до старости лет. Возможно, где-то работала и, знаете, не смогла купить свое жилье и, наверное, вернулась обратно сюда, на старость. Ну, что еще сюда возвращаться? То есть, если человек отсюда сбежал, увидел нормальную цивилизацию... Хорошая жизнь. Да, явно не от хорошей жизни сюда сбежала. Так, ну что, в принципе, я не вижу, ребята, смысла все вот эти дома прочесывать. Возможно, еще в некоторые зайдем. Я думаю, было бы хорошо с кем-то пообщаться, чтобы кто-то что-то интересное рассказал нам. Смотрите, ребята, в двор каких-то мажоров заехали. Смотрите, сзади буст стоит. Здесь вот тоже машина стоит. Здесь сейчас... Поедем, поедем. Здесь вот еще дедушка поехал на москвиче, и вон еще шевролет стоит. То есть, это в одном доме только. Причем здесь такой вход в подъезд сгоревший. Видимо, какой-то пожар был, либо кто-то специально поджег. Да вот посуда, когда ты едешь, кладка, или садик. Не, не похоже. Ну, вообще, да, какая-то площадка. Мы, короче, ищем, ребята, здесь школа. Я ее с дрона видел. Она вроде как неплохо сохранилась, но это не похоже на школу. А может и школа эта, кстати. Скорее всего, садик. Вон какая-то площадка. Ну, давайте сейчас еще проедемся. Вот гаражи закрытые. Видно, кстати, что они заброшенные. Потому что даже в городе, в кооперативах иногда бывают заброшенные гаражи. Вот кто-то даже себе отгородил отдельно. Вон кто-то, кстати, в гараже, видимо, сидел, открытый был. Вот уже такие более брошенные гаражи. Видите? Вон тот, видно, зарос. В этот, возможно, иногда еще люди ходят. А здесь, смотрите, провалилась крыша. И просто настижь вот так он открыт. Все, ребята, нашли мы школу. Смотрите, заезжаем в школьный дворик. Сейчас где-то запаркуемся. В школу, скорее всего, не попадем. Она законсервирована. Давай дороже. Но пройдемся по кругу, посмотрим. Смотрите, ребята, как чистенько, убрано. Дверь еще такая советская. Увага, карантин. COVID-19. Возможно, кстати, из-за COVID-19 закрылась школа. Я думаю, открывалась, потому что, ну, таблички про COVID-19 вряд ли повесили. Так, давайте пройдемся по территории, посмотрим, что тут интересного. Интересно, сколько здесь учеников училось, потому что школа достаточно большая. Ну, как бы это все дело строилось под небольшой такой городок. Когда здесь было 6 тысяч человек, то детей, наверное, много было. Тем более, что средний возраст жителей этого города был около 30 лет. То есть молодые люди сюда приезжали в надежде получить какую-то работу, жилье и так далее. Ну, и, соответственно, плюс-минус в таком возрасте, полагаю, у них много, наверное, детей было. Поэтому школа не маленькая. Так вот, когда-то здесь, по идее, много детей училось. Еще даже в начале нулевых, вот когда я там в каком-то году, ну, я еще в 90-х в школу пошел. То есть много здесь детей училось. А вот последние месяца, когда школа работала, интересно, сколько сюда школьников ходило. Если общее население сейчас города составляет 100 человек примерно. Смотрите, вот такой вход в спортзал когда-то был, пока его не заварили. Так, здесь аккуратно надо, потому что, видите, мародеры поворовали люки. Но люки засыпаны, жильцы засыпали, потому что сохранились кое-как коммуникации, что там где-то вода может у кого-то есть. Короче, засыпали для того, чтобы мародеры трубы не смогли повырезать. Вот вход в внутренний дворик. Оно закрыто. Чели узкие. Это, в принципе, думаю, ничего там интересного нет. Ну что, ребята, какое заключение по данной школе? Школа, наверное, лучше всего в этом городе сохранилась. И в городе Цукроваров сбылась мечта школьников. Школу закрыли. Смотрите, как обидели людей. Тут сколько людей по 20, по 30, по 10, по 5 тысяч. Должны. И мне отдали. Это сейчас с 2003 года, да? Да. А, это еще тысяч. Нет, 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 до этого, до 2000. Помогу я по этой экскурсии? Да. Это же большие деньги на тот же время были. Да. И при советах это было, но только не очень это вникало. Тут остались те люди, которые не имеют кухню. Ну, так мы и смотрели, дома в таком состоянии, что могут просто рухнуть целиком. Они же так строились, чтобы после чего складались легко, как в карточном доме. Да, да. Понял. Да, там, где криши течут, а там... Криша кругом течет. Да, так там, где эти... В подъездах... А вот это еще люди. Это тут вам сказали. Вот этот дом рядом был, да? Там много жильцов есть. Да. А канализации-то их нет. Вот это берегарат, и под себя, и под себя. Там же нет подвала, ничего. Стюпка нет, это все подвала. А сколько гадость, зараза их? На своих какашках сидят. Так. А вот, дивися, это там, воно... Ну, раньше как строили, то воно строили, как бомбосховище, да? Угу. Да. Там бетон, забетонировано все, все. Воно никуда не уходить, так и поднимается. Установили мы, ребята, уже второй раз контакт с местными жителями. Возле магазина здесь, оказывается, даже магазин есть. Но на камеру что-то не очень хотят люди общаться. Где-то оказался очень интересным собеседником. Много интересных новых вещей рассказал, которых в интернете я не нашел вообще. Но он тоже не захотел на камеру рассказывать что-то. Короче, ездили-ездили мы тут. И нашли такой мотоцикл. В общем, решили возле него постоять. Думаю, сейчас, может, владелец выйдет. И что-то у него поспрашиваем. Может, он общительным окажется. В общем, ребята, нашли мы человека, который согласен с нами пообщаться на камеру. Как вас зовут? Скажите. Юлия Викторьевна. Юлия Викторьевна. А вы работали на заводе, или нет? Нет, не работала. Я работала по госпиту. Карломарскому госпиту. Я тоже сейчас не могу. Скажите, а сколько людей сейчас проживает здесь? Семьдесят. Сколько? Человек семьдесят. Человек семьдесят. Мы так поняли, что эти дома, что біля магазину, они сами таки оживленные. Все, мой дом там невеличкий. Подожди, Владимир. Привет. Кажи, добрый день. Здорово. Привет. Человек, я знаю, там семья такая, что Мазин держит. Потом родственные дети. Потом еще тетя Оля там живет. И все. Потом тетя Лиза, Ваня и тетя Оля. Скажите, а в каком году массово начали люди звезды отъезжать? Насколько я знаю, завод вроде до 2003 года працював, кажут. Працював, а потом начали разъезжать, выезжать потихоньку, покидать дома. Тут же ж было и свет, и теплостраса, и горячая вода, и холодная вода. Просто все повирязали, все удаляли. А води вообще нема в домах, да? В домах нет, в некоторых есть, они собі провели, сами люди. А от в кого нема, а с краницы десь набирают? Нет, с крана, там есть... А, на улице, я понял, и носят в хату. Да, да, и носят в хату. А как взагалі от зимою тут люди греются? У меня есть груба, хочется повозить. А дровами? Да, если покажете. Пойдемте. Правда, я не так много живу, бедно, но пошли. Проживаймо, тут крыши у нас течут, никто ничего не хочет делать, короче, мы на бюджет, мы сами прикрываем, как можем. А там сладочек. А, это мы запускали. Да, это мы запускали. А это ты что? Да. Да. Трошки налякали тебе? Да. У меня тут другая дерево, это моя другая. Заходите. У меня одна комната. Идите, заходите. Это вы с соседней квартирой, как склад? Да, да. Потому что нет. Вот так вот, видите, чем я топлю. Я топлю грубу. У меня есть груба, труба. То вы сами уже добудовали, да? Да, мы сами тут делали. И димоход такой на улицу у вас виходит? Да, в димоход туда. А там біля магазина мы бачили квартира одна, там в ней никто пожар був. Это через грубу, чи это кто-то так подпалив? Нет, наверное, не самі. Козлики раньше стали. Я поняли. Видно, он упал. Я поняли. А это ваши дитки, да? Это мои внуки. Что тут, Михалюно, створится? Иди сюда, поясни. Вот так вот. Добрый день. Добрый день. Сейчас я идем до тебя на экскурсию. Покажи, как ты живешь. Как мы здесь живем. Вот это, боже, течет тут все. Мне уже стыдно в телевизоре показывать. Я тебя прошу. Ну, это не в телевизоре, это мы в интернете будем. Так, закрыли двери за обратной стороны. Боже мой, дети, заходьте. Что вы? Айфон 12 парамет. Что себе? Димай. О, Боже мой. Тримай тебе. Так, вперед. Секай. Это ваши внуки, да? Их трое. Одну девочку дотеррили. Я не знаю, где я тоди буна лежала. Мы не делали операцию. Короче, сельский совет забрал. Никто ничего не знает. Я сама уже понапрала. И что, не шукали? Я нашла ее в Запорожье. Там другая фамилия. А дрова вы сами заготавливаете? Да, сами. Я тут зайду, если вы не против. Да, хоть и посмотрите. Не против. Вот так мы живем. А тут десь порядок лес у вас, мабуть, есть? Аж тут и дальше. Аж наводнено. И это вы сами носите? Нет. Хлопцев наймаем, просим, чтобы привезли. Я понял. А взагалі, вот, вы говорите, 70-80 людей тут живет. А чем люди занимаются? Працюют? За что жить нужно? Мы ходим собираем трави, будзину, когда она цветет. Я, кстати, компот из нее закрываю, очень вкусный. Из будзины. Это уже трава банка. Потом калину, рябину, льот бьем, корень лопуха копаем. Ну, короче, всякие святки. Каштани забираем. И тут у нас есть два таких людей. У них есть сушарки. Мы их заедем. Они дают гроши. Вот так каждый год. Внуки хотят школу. А школа, кажуть, недавно закрылась. Да, мы были бери школы. Вот наша школа. Такая хорошая. Ее разобрали почти. Тут у нас был клуб. А там нижче. Там был детский садик. Дуже хороший детский садик. Его тоже уничтожили, разобрали. Метал вывезли. А школа – это на карантин закрылась, да? Вона вообще закрылась. Детей перевели в сельскую школу. А далеко до школи ходят? Далеко. Мы уезжаем за водой. Это под гору. И с правой стороны, как на село ехать. Там есть школа и клуб. Привет. Розкажи что-то про себя. Привет. Меня зовут Волода Войнюк. Чим вы тут занимаетесь в лидный час? Как вы проводите, играете или что? Мы можем погулять в телефон, в настольные игры, тут погулять. А детей тут много такого вашего возраста? Нет, не много. Ну, я на заводе сама старша, ну, с детей. Там по 12, по 10 год. Ну, бывают, ну, те, что старше, в 9 класс, в 10 класс ходят. То, ну, конечно, не старше. А там на заводе немає таких возрастов, как у меня. Угу. Ну, у меня 13, а им по 12, по 10, по 8, по 9. Ладно, у вас еще 10, 9. Ну, вообще, я рада, что... Скажи, как у Красина. Я рада, что я вас встретил. Я позавчора тоже встречал одних блогеров. Сейчас вы сюда в блогеры приезжаете? Да. А что снимаете? А не великий блогер А4. Да, знаем. Он приезжал сегодня. Ой, позавчора. Можешь повторить? Все. Кто приезжал? А4. А можешь, ну, заново сказать, что это, будь ласка. А4. Приезжавший позавчора А4. И что он тут снимал? Ну, он, типа, снимал, что село тут, я их догнал, и они мне 200 дали. Угу. На халяву, типа. Я понял. Не 200, а 20 рублей она тебе дала. Так что давай мне рассказать. Аааа. Брехло. Аааа. А они снимали тебе на видео? Да. Я зрозумел. А я у вас собаку бачу, как звать собаку? Ааа. Чорно? Чорно с белым была. Тюльпан. 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 Ваша собачка? Да, у меня двои. Не буду его гладить, бо он что-то боится. Он сейчас что вкусит. А он сейчас спит. А на телефон граем и спит. Тюльпан. Да, танцует. Як есть ты хочешь и танцует. Тут сегодня суседская мишенка живет. Ну сейчас она пошла на ней там в хату. Она на дачу ходит. Город убирает. Нина. Ты где? Приходите в ней. Добрый день еще раз вам. Тут моя суседка живет. В ней и кухня. Не то страшно. Можно вас снимать? Это у нас банкетный зал. Да, я бачу у вас так спильчики оформлены, как в банкетном зале. А где же другий ваш цель? Я не знаю, где он. Сверху. Сверху, может, там залишился. А вы на заводе працювали? Ни. Я тут 10 лет. У меня зять помер. Дочка помер. А лишила меня орлев. И боюю с ними. А раньше вы где жили? В Новолутки. В Новолутки. Но вообще-то в Киеве. Это вы за ради внуков сюда приехали? Да. А не думали внуков в Киев забрать? Вони не хотят туда. Им тут лучше? Конечно. В село на Владимир. Зумой свица самая межа. Он говорит, бабушка, я так хочу в село. Не хочу в городе играть. Они тут выросли. А ну давайте я вам покажу так вот. А ну, кульфар, иди сюда. Кульфар. Прыгай, иди сюда. Кульфар. Давай, давай. Иди сюда, прыгай. Ты хочешь? Вань, слышите, он все спевает. Спевает? Да, иди сюда. Ого. Это круто. Ты прыгай мне на ноги, когда ты ударишь. Да, кульфар, иди сюда. Кульфар, иди сюда. Кульфар, иди сюда. Кульфар, иди сюда. Что-то стесняешься. А чапить давай. А, слышите, давайте я вам перейдусь, покажу все. Тут, на улице? Давай. Давай. Только громко говори. Ну, вот тут у нас халавейка. Вот тут. Ну, село вообще таке, прикольно. Я часто ним увлекаюсь, гуляю ним. Вот тут, я знаю, пятий дом. В нём, типа, кажут, что тут привиди, типа, объяснюют. Я не верю. Ну, вообще, село прикольно. И я стесняюсь. Ось, я мой новый дорог. А что А4 тут снимал? А, А4, это был прикольный. И он снимал, я видел, что он снимал, как они гуляли в экстремальном порядке. Ну, вообще, я люблю это село и люблю А4. А4. Я вам могу еще рассказать, о которых я дивлюсь ютуберов на ютубе. Я дивлюсь. Меджейс 5. А4. Клинка Кобякова. Это с канала А4. А Сергея Трейсера виделся? Да. Знаю Сергея Трейсера? Да. Это он до тебя приехал. Да? Да. В смысле? В прямом. С А4? Без А4. Просто Сергей Трейсер. Да? Да. Два миллиона подписчиков на ютубе. Офигеть. Это что снимается на канале А4? Нет, не на А4. А. Землянку в Чернобиле, может, видел. А, да? Да, это он. А. А, да. Что хочу передать подписчикам? Ну, я вам хочу передать. Вообще, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И классного вам дня. А я вот смотрю, тут у людей машины есть, и достаточно непоганые, где у кого. Вот я понимаю, что у людей есть деньги. А почему они, допустим, не уезжают? Вот тут доброе нам? Доброе. Чому мы здесь уезжаем? Просто, может, да, мы чего-то не понимаем. Просто, как на меня, я бы, мабуть, краще, ну, где-то в село какое-то заехал бы, хату купил. Есть же село там. Я нам один дед рассказывал, что завод, когда закрыли, то людям очень много денег винно было. Очень много. А, так сказал, по 5 тысяч. На тот же время это большие деньги были. Да, это большие деньги были. Да, большие деньги были. Доллар тогда, сколько, по 3 или 4, наверное, был, по 5. Нет, по 5, это уже позже было. Наверное, по 3,50 где-то было. Это на тот же время большие деньги были. Да, большие деньги были. Я помню, тогда в Житомире приватный дом 3,5 тысячи долларов сточало. Это, считаете, по 1,5? Заборгованность столько было. Мы видим, что все вырезали на балконах, всю арматуру, все, что можно. А это канализации закидывали мусором, чтобы не крали трубы, так? Да, их уже там нет. А, нет. Там уже вынесли все. А вот, смотрите, там не за столом, конечно, сказано. А вот, как вообще в этих домах канализация построена? Нема, в подвал идет все. Все идет в подвал, да. Затем у нас начальников полно, а толку никакого. Ну да. Так же президент Зеленский. Это, как говорят, руководители у нас есть кому, у нас работать некому. Вот президент Зеленский. Какие дома стоят? Неужели не можно что-то поставить, заводик тут, чтобы люди делали и людей селить? Ну, тут еще хотели, где школа хотели сделать макаронный цех. Не дали. Не там, ну, хотели, вона, с Киева жиночка хотела, чтобы кусок земли дали. На макаронный цех. Не дали. Не дали. На заводе хотели немцы закупить, сделать ферму оцептичную. Тоже не дали. Это доцикровый завод был, да? Да, да. А почему не дозволили? Не знаю, он еще полностью не был разобран, там еще был оцей. Ну, подъехали ребята к руинам завода. И смотрите, увидели такую водонапорную башню. А! Уже на меня капли капают. Блин, против света, наверное, не видно будет. Дырка, короче, в этой водонапорке. Прогнила я или что? И смотрите, вот такая струя падает вниз. В общем, не буду под нее подходить, чтобы не намокнуть. Друзья, еще раз хочу напомнить про инвестиционную компанию Avalon Technologies. Ссылка на которую находится в описании. Переходите, регистрируйтесь. Две минуты и становитесь инвесторами. Спасибо большое за гостеприимность женщинам, которые нам с радостью так все показали, рассказали. Говорят, что к ним сюда практически каждый день кто-то приезжает. И вот эти с камерами, они уже надоели всем изрядно. Вот, собственно, руины вот этого завода. Разобрали, разворовали все, что можно. Хотя дед, которого мы возле магазина встретили, он говорил, что это не вандалы разобрали. Это руководство, охрана. Ну, короче, приближенные к заводу люди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова И видите, когда это что-то накрывается. Жизнь в городе тоже накрывается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и классного вам дня. Редактор субтитров А.Кулакова